Приветствую вас, друзья! Сейчас на экране вы видите книгу. Теперь я хочу немножко сказать об этой книге, совсем немножко, потому что читать я ее не хотел, но описание книги все же я нашел. Итак, книга «Почему дети убивают» и далее я вам расскажу о том, как Бог, он на самом деле, вот он здесь и сейчас, он показывает, открывает и я вам открою наше видение с братьями и как мы с ними к этому пришли и то, что я вам сейчас хочу открыть по этому поводу, почему дети убивают. Мы видим, сколько всего проблем происходит сегодня на эту тему. Дети убивают родителей, дети убивают детей и множество всяких проблем происходит с нашими детьми. Вы знаете, как я к этому отношусь, вы знаете, что я давно-давно пекусь о детях и служение наше направлено именно детям. Итак, почему дети убивают. Описание книги. В конце 90-х годов массовое убийство в школе Колумбайн шокировало весь мир. С тех пор стрельба в школе стала своего рода эпидемией и давно вышла за границы. За границы США. Клинический психолог Питер Лангман проанализировал записи в блогах и дневниках свидетельства одноклассников и учителей о школьных стрелках, чтобы попытаться ответить на вопрос, почему дети убивают. Видите, вышла за границы США и уже где это все. Это уже и в России. Предисловие от автора. Более того, из-за того, что сделали эти два мальчика, и началось мое участие в проблеме школьной стрельбы. 20 апреля 1999 года. Эрик и Дилан напали на среднюю школу Колумбайн, убили 13 человек, ранили 23 и покончили с собой. В день нападения я, аспирант-психолог, проходил интернатуру в детской психиатрической больнице. Как и вся нация, я был потрясен и опечален стрельбой и понял, что это нападение станет для нашей страны важным историческим событием. Впрочем, я еще не представлял, какое влияние стрельба окажет на мою жизнь. 30 апреля того же года, всего через 10 дней после нападения на Колумбайн, в психиатрическую больницу, где я работал, поступил подросток на почве опасений, что он может устроить Колумбайн. Он выложил у себя на сайте список жертв и выказывал прочее пугающее и угрожающее поведение. О его сайте узнал один ученик и сообщил своему отцу, а тот поставил в известность школу. Так и началась цепочка событий, которая привела мальчика ко мне. Меня попросили оценить риск того, что он тоже может начать стрельбу в школе. Задача не из простых. Мне требовалось определить, является ли 16-летний паренек потенциальным убийцей, на кону могли стоять человеческие жизни. Все еще больше осложнялось тем, что на тот момент не публиковалось практически ничего, что помогло бы заглянуть в разум школьных стрелков. С тех пор я проводил оценку одного-двух потенциальных стрелков в год. Будучи психологом, я чувствовал своим этическим долгом узнать о теме как можно больше. Читал все, что только мог найти, чтобы углубить понимание школьных стрелков. Однако, чем больше читал, тем больше казалось, что люди упускают важные аспекты. Я видел пробелы, но до конца сомневался, что хочу запомнить их сам. Мне не улыбалось посвящать годы жизни изучению массового убийства. Многие любят жестокие фильмы, ужасы, книги о серийных убийцах. Я не из таких. Тем не менее, обследуя стрелков и читая доступную литературу, я заинтересовался темой и множеством сопряженных с ней вопросов, как человек может пойти на такое. Почему именно этот мальчик, а не его брат? Почему именно эти два мальчика, если некоторые другие дети, страдали в школе намного больше? Что их сподвигло на такую крайность? На эти вопросы я пытался ответить в последние годы. Смотрю с точки зрения психолога. Я сосредоточен на людях, как на личностях. Что творится у них в голове, на их характер, мыслях, чувствах, взглядах. Всем том, что составляет личность. Это не значит, что я игнорирую внешнее влияние. Семейное общение, общественная среда, отношения со сверстниками оставляют огромный след на характер и опыте людей. Однако я пытался понять, на что похож разум школьных стрелков, как они видят мир, как сами понимают свою тягу убивать. Хотя здесь я предлагаю свои мысли, выводы и размышления. Не существует просто объяснения школьных стрелков или формулы предсказания, кто станет массовым убийцем. В конце книги не будет ничего вроде «А плюс Б плюс В равно школьный стрелок». Тема слишком сложная, и мы еще много не знаем. И все же я верю, что эта книга прольет свет на явление, которое, несмотря на освещение в СМИ, остается загадкой. Надеюсь, что углубляя свое понимание школьных стрелков, мы сможем лучше распознать тревожные сигналы, вовремя мешаться и спасти человеческие жизни. Примечание к тексту. Я пытался подать информацию как можно точнее. Тем не менее, хоть мы и живем в информационную эру, многие подробности было трудно отыскать. Либо им противоречили другие источники. Чтобы не лить много воды, я не утяжеляю каждое предложение вставками вроде «Сообщалось», «Согласно» или «Предположительно». В большинстве случаев я подаю информацию как факт, хотя допускаю, что в ней могут быть ошибки. Прошу простить мне неточности. Итак, о чем мы здесь видим, о чем говорит автор? Автор опирается на все с точки зрения психологии. С точки зрения психологии. Он психолог. Когда сегодня мне прислала Юля, сестра из Красноярска, сведения о том, что вот так вот девочка в Брянске расстреляла одноклассников. Я вспомнил сразу этот день, когда я, находясь в Новосибирске, зашел в метро. На перроне я увидел девушку. Ее нельзя было не заметить. Она отличалась от всех. Она была в ярких одеждах. В ярких, прям оранжево-красных таких. И красивое такое платье на ней было. И на этом фоне, на этих красных ярких цветах, естественно, очень хорошо была видна ее белая сумочка через плечо, на которой были нарисованы разводные мосты из Санкт-Петербурга. И надпись «Я люблю Санкт-Петербург». Я обратил на это внимание, и пойдя в вагон, я заметил, что она идет за мной. И в этот момент я услышал, что Дух Святой мне говорит «Ты внимательно за ней смотри». Вот так Бог действует в наших жизнях. Он пытается нам что-то открыть. Он мне говорит «Смотри внимательно. Ты сейчас что-то увидишь». Она достает из этой сумочки «Я люблю Санкт-Петербург». Достает книгу. Вот эту книгу достает. «Почему дети убивают». Я понимал, что я что-то сейчас должен понять, что-то услышать. И, естественно, я выхожу на свои станции, и там же выходит она. Естественно, я не мог к ней не подойти, с ней не заговорить. Она говорит «Меня тревожит этот вопрос, что происходит, когда дети убивают детей, дети убивают родителей». Я копаюсь в этом, грубо говоря. В этот день я долго об этом думал, я молился, и у меня в голове не выходило писание из Библии, книга пророка Исаии. Я думал, что на следующий день я встречусь с братом. У меня сейчас есть сильный брат, прям очень сильный в Новосибирске. Когда я туда приезжаю, я с ним встречаюсь. Замечательный брат. Мы очень редко с ним видимся, но всегда в нужное время. И я думаю, что завтра я пойду к Михаилу, мы встретимся, помолимся. Что-то мы должны понять, что-то нам Бог хочет открыть. Но у Бога были другие планы. Как-то так. Мне пишут братья из Москвы, они вылетели из Москвы, и у них пересадка в Новосибирске на рейс Толмачева-Байкал в Лон-Удэ в районе часу ночи. Ну, то есть регистрация у них начинается за три. Ну, кто я за два часа всегда иду там. Когда? Когда бывает раньше? Ну, то есть я знал, что где-то в районе восьми часов мы можем с ними встретиться в аэропорту. Я поехал в аэропорт Толмачева, мы с ними увиделись, и первым делом я им рассказал про эту девочку и про эту книгу. Они мне задали вопрос, ты читал, что там они? Я говорю, да и ничего еще, я просто с этой темой шагаю и понять хочу, что же происходит. Они вместе со мной молятся за людей, и когда я пащусь, они либо пащатся тоже, либо они в молитве пребывают каждый понедельник. В общем, и знаете что? И они мне называют именно это писание. То же, о чем я думал всю свою дорогу. Исаии, третью главу. Я прочитаю сейчас стих сначала, и потом я прочитаю вам всю главу, она небольшая, и оставлю. Если вы захотите, чтобы я поговорил о этой главе, знаете, есть такая проповедь бывает, текстовая, то есть ты читаешь текст, и открываешь, что там имеется в виду. Если вам нужно, скажите, напишите, я сделаю вам этот разбор, разбор этой главы, мы поговорим. Сегодня я просто вам это оставлю. И давайте я сейчас вам просто, что было у меня в голове, когда я встретился с этой девочкой, планировал на следующий день встретиться с Мишей, с чем я поехал в аэропорт, и то же самое мне сказали братья. Книга пророка Исаии, третья глава, четвертый стих. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаться другим. Угнетаем другим, и каждый близким своим, юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможью. Можно, вы знаете, я очень люблю психологию, и я когда-то очень сильно на нее опирался, это было много лет назад. Но сегодня, когда я открываю Библию, я вижу совершенно по-другому все. И я вижу сегодня, когда то, что мы называем чуйка, пруха, понимаете, да, интуиция, да нет, это Святой Дух тебе время от времени что-то открывает, это Бог тебе хочет сказать, подожди, если ты будешь руководим Святым Духом, и изо дня в день по нескольку раз в день буду тебе открывать то, что тебе нужно сегодня знать для достижения твоих же целей, для благословения твоей же семьи, твоих же детей. И знаете что? Я не буду дальше читать. Я хочу, чтобы вы открыли Библию, третью главу, и прочитали ее. Книга пророка Исаии, третья глава. С четвертого стиха. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Прочитайте эту главу и вникните, что там говорится, о чем там говорится. Коротко я могу сказать. Вина в том, что происходит сегодня с детьми, в целом, вина церкви, вина духовных людей, вина христиан. Нет стремления, нет тяги молиться за детей, защищать их. Мы знаем, кто такой сатана. Если мы пойдем в книгу Иов, коснемся. Я недолго, ребята, я сейчас вот закончу. Помните тот момент, когда все собрались как бы на совещании к Господу, ну извините за выражение, так небесная канцелярия, собралась, и там был сатана пришел. И Господь ему говорит, видел ли ты Иова, человек праведный, богобоязненный, благочестивый. Он говорит, видел. Ну как тебе он? Он говорит, ну так он потому и такой, потому что ты его всю дал и так далее. И мы видим, как по Божьей воле, по Божьей воле сатана, грубо говоря, ну простите, разматывает просто Иова до того, что забирает у него и бизнес, забирает у него детей. Потом он покрывает его проказой и так далее. Все там, жена говорит, похули Бога и умри, но Иов стоит на своем. И дело в том, что все это сделал сатана. И помните, недавно у нас было, что когда Бог дает задание, когда Бог дает кому-то задание, даже дьявол его исполняет. Так вот, я вижу сегодня ситуацию, да коли христианство не шагает как подобает, в этой главе там можно увидеть все, все от слова вообще. Но если читать полностью, вот эта третья глава, если вам будет интересно, вы начните читать с первой главы и дойдите до третьей, полностью ее прочитайте. Вы понимаете о чем там? В чем вообще о чем суть-то? Не то, что я из контекста вырвал сейчас вам текст. Там показана наша жизнь. Сегодня, что происходит в христианстве в целом, в мире в целом. И Бог говорит, я вам дам отроков. Заканчиваю. И дам я вам отроков у начальники, и дети будут господствовать над ними. Это еще не господство сейчас. Понимаете, что нас ждет впереди? Господствовать. Уже что происходит? Дети рулят, да? И что дальше нам говорится? И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможием. Прочитайте эту главу, и если вы хотите разбор этой главы, пишите. Я в субботу вам выйду и разберу эту главу, что конкретно не я вижу, а Бог открывает мне. Через это писание, через эту девочку, которую я встретил в метро, через эту сумку, и через, благодаря моим братьям, с которыми я встретился. И я верю, что если бы мы в тот день, когда я планировал, встретились бы с Мишей, мы с Мишей, нам бы открылось то же самое, потому что тут четко, ясно, понимаете, тут уже красным по белому написано, не просто белыми нитками шито. Мы можем цепляться за психологию, за все, что угодно, но сегодня нарушено все, и Библия нам говорит вот так. И смотрите, дети тут ни при чем. Есть о чем подумать, вы подумайте, в общем, пишите, нужен разбор, я вам его сделаю. Будьте благословены, мир вашему дому. Аминь.